всем привет рад вас видеть и читать комментарии читать под моими монологами мне очень нравится я вас благодарю за то что вы их пишете я с большим удовольствием провожу время свободное за чтением за слежу за дискуссиями которые возникают они очень мне интересны местами забавны ненавижу это слово ненавижу это слово и вот так часто употребляют все что она цепляется с собакой и у меня иногда выскакивает это омерзительно это тошнотворно это одно из самых гадких слов которые я знаю в русском языке местами интересно скажу вот так вот местами весело так что давайте общаться дальше это всегда приятно ну спасибо за то что материально поддерживаете канал это тоже замечательно ну и дошли руки у меня наконец-то хотел сказать страшно мне даже браться за это на самом деле не страшно совершенно сажен т.п. словами хатс клуб бэнд властинка группа the beatles 1967 год все конечно не знают все наизусть помнят все песни тиражи гигантские переизданий невероятное количество у меня по моему три или четыре штуки есть потому что ну все время как-то меломанство такая вещь покупая что американское издание там оригинальное то английская то переиздание этом ремонтированное все в общем не скажу что полный набор наш настоящий меломан и настоящий бетломан у них там штук по 15 этих сержантов стоят и бывал я в домах я уже рассказывал бывал в домах у людей у которых там 14 белых альбомов 10 сержантов все они так сказать разных изданий да но я не такой я не такой ну что касается сержанта вообще это в общем-то пластинка которая доводит людей до грани безумия потому что начни спорить с какими бетломаном настоящим а недостатках это этого альбома там такой будет взрыв эмоций негодования ярости что до драки может дойти бывало такое бывало и в моей жизни такое бывало меня не били надо до драки доходило я могу тоже себя защитить если что там как-то ну а а путь повод-то повод-то какой просто музыка просто пластинка да ну что шестьдесят седьмой год да в шестьдесят шестом году группа the beatles закончила концертную деятельность навсегда завершила ее и музыканты остались в некой растерянности потому что с одной стороны они устали от дикого вот этого марафона концертного ну что это такое то есть это гримерка концерт гостиница автобус самолет гримерка концерт интервью фотосессия гримерка концерт запись в студии кусочков следующего альбома концерт гримерка запись в студии кусочков следующего альбома гримерка концерт фотосессия пьянство гримерка пьянство пьянство гримерка гримерка пьянство концерт гримерка за альбом гримерка концерт фотосессия но афи даже даже вот говорить на эту тему это устаешь потому что это очень однообразно Это все одинаково. И, как сказал один мой ныне живущий, очень хороший музыкант из очень хорошей, очень известной группы, сначала было интересно, потом еще интереснее, а потом стало невыносимо. Это, на самом деле, общее место такое. Группы, у которых мало концертов, они этого не чувствуют, для них все это интересно, интересно, интересно. А когда ты находишься в бесконечной гонке годами, это уже другая история совершенно. Но у меня такого не было в жизни, у меня не было бесконечной гонки годами, у меня все очень локально происходило, поэтому мне точно про все это нравится. Но, тем не менее, Леннон совершенно ошалел и уехал путешествовать по Европе, не знал, чем себя занять. Маккартни нашел себе занятие сразу, он деловитый человек, такой деловитый, прагматичный, он стал изучать авангардную музыку, что для меня было удивительно, когда я об этом узнал. Потому что Маккартни – это абсолютный традиционалист, и вся его музыка, она совершенно в каноне, очень традиционна, очень понятна, никакого модернизма, никакого абстракционизма. Подходи, не ленись, покупай живопись, как сказано в одном замечательном советском фильме. Но, тем не менее, он погрузился в изучение различных музыкальных новаций. Ну, а Джордж Харринга просто отдыхал, не знаю, чем занимался. Ну, а Харрисон уехал в Индию, погрузился в индийскую культуру, в духовные практики, в изучение индийской музыки, философии, и немножко стал отходить от рок-н-ролла. Он сам говорил, что его как-то все меньше и меньше стало интересовать рок-музыкой и работа в рок-группе. И вот так они некоторое время жили, 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 а потом набрались сил, все-таки все восстановилось и сочли, что пора, уже пришло время продолжать заниматься музыкой. Но группа The Beatles им осточертела уже вот так вот. И Маккартни сказал, что давайте мы придумаем что-нибудь новенькое, что мы будем не Beatles на этой пластинке, а будем какой-нибудь другой структурой. Родилось название Оркестр Одиноких Сердец сержанта Пеппера. И вот они этим оркестром и приступили к записи. Они так и позиционировали себя, собственно, и на обложке пластинки так и есть, что вот стоит оркестр этих самых Одиноких Сердец, а рядом стоит группа The Beatles, которая уже превратилась в восковые фигуры и уже не живет. Это уже память, это уже прошлое, это уже пройденный этап. А ныне мы имеем не Beatles, а Оркестр Одиноких Сердец сержанта Пеппера. И понеслось, и понеслось, и да, и все говорят, что это прорыв, это лучшая пластинка The Beatles. Ну, битломаны так говорят, критики тоже, кстати, так пишут. Я ничего не скажу, музыка очень хорошая, мастерство не пропьешь. И Леннон, и Маккартни, и Харрисон, и Старр, это высшие пробы музыканты, первого эшелона артисты. Даже не первый, первый эшелон это The Rolling Stones, а The Beatles, они выше. Они гораздо выше. Ну, я повторял эту фразу много раз, что The Rolling Stones это лучшая группа в мире, а The Beatles это боги. Это действительно, тут спорить не о чем. И они написали прекрасные песни. На этот раз писали они уже не Леннон Маккартни, а писал отдельно Леннон, писал отдельно Маккартни, писал отдельно Харрисон. Другое дело, что они приносили свои вот эти, то что называется рыба, рыба песни, приносили это в студию. И там уже дорабатывали все это вместе. Дорабатывали, дорабатывали. По-моему, около четырех месяцев они дорабатывали, потому что рекорд-компания дала им карт-бланш на запись. Битлз это курица, которая несет золотые яйца, и студийное время было у них неограничено. Они могли себе позволить все, что угодно. Четыре месяца они работали над этим альбомом. Разные были у них, у самих отзывы о данной работе. Ринго Стар, например, говорил, что это, безусловно, лучшая наша работа, лучшая наша пластинка, очень интересная, очень кайфовая. Но пока мы ее записывали, я научился играть в шахматы, потому что я никогда с таким не сталкивался. Говорил он, что приходит Маккартни, начинает играть на фортепиано какой-то кусочек. Мы его записываем, потом сидим, думаем, что дальше, потом накладываем какую-то еще штучку, какие-то еще звуки, какие-то еще инструменты. Все это долго, долго и непонятно, к чему приведет. А давайте так попробуем, а давайте сяк попробуем, а давайте запишем сюда оркестр. Пишут оркестр, это долгое муторное занятие писать оркестр. Но парни были молодые, еще полные сил, и талант пер, идеи перли, и это было все интересно. Никто не скучал, хотя скучал Харрисом. Ему это уже совсем не нравилось все. Ну, нравилось, конечно, потому что Битлз, друзья, отношения были очень хорошие у всех. Но не было уже совместной игры. Ее просто не было. Того, что было раньше. Песен Help, песен Get By Me Love. Вот этого всего общего, вот такого единого ядра, которое летит в слушателя. Его не было. Все писали по кусочкам. Один кусочек, другой кусочек, четырехдорожечные магнитофоны, пульт хороший, все это позволяло делать аппаратура. И наложили голос, наложили друщок голос, потом наложили колокольчик, потом подумали, пошли погуляли, пришли записали еще что-то. Сидели в студии сутки, там двое, потом перерывчик, еще что-то еще. И вот так по треково, по кусочкам, как пазл, складывалась каждая песня. Получилось мощно. Получилось мощно. Плотно, круто. Много всего. Но эта пластинка, она отличается тем, когда, то что называется, я не люблю это выражение про холодный нос, но когда отстраненно, спокойно начинаешь ее слушать и сравнивать с другими пластинками Битлз, понимаешь, что она очень сильно отличается ни грандиозностью, ни оркестровками, ни массой наложений, массой трюков, использованных в звукозаписи. Она отличается полнейшим отсутствием энергии. Полнейшим. Это совершенно стоячая музыка. Я бы даже сказал сидячая. Пластинка, которая, музыка, которая замерла. Если раньше музыка Битлз была яростной, она летела вперед, она неслась, она жила, она дышала, она сверкала, то здесь нет. Здесь люди пришли в зрительный зал, сели, очень хорошо одеты все, все респектабельные. Все очень респектабельно. Очень респектабельно. Поправили свои бриллианты, про которые Леннон нелестно выразился однажды на концерте, что да, что на галерке пусть хлопают, а вы в портере трясите драгоценностями. Так язвительно. Но пришли именно к этому самому, что это такая стоячая, очень красивая музыка, очень красивая. И все, и рок-н-ролл мертв. А я еще нет, сказал Леннон потом и стал заниматься рок-н-роллом дальше. Но здесь он мертв напрочь. При всей красоте, при всей фантазии, которая здесь бьет ключом. Сержант Пепперс, Lonely Huts Club Band, первая песня. Хард-рок, который придумал Маккартни с оркестром. Хорошая песня, прекрасная, с отличной мелодией. Джимми Хендрикс ее тут же стал играть, тут же ее записал, тут же включил в концертный репертуар, потому что она действительно, она бронебойная. Little Help From My Friend. Такая шаркающая штучка, тоже красивая, тоже, тоже там и дудки, и все дела, и все. И совсем не похоже на ранний Битлз, да, на ранний, на настоящий, на тот средний Битлз, да. Ну, пускай будет, пускай будет средний, да, но все равно, все равно это что-то другое, совершенно. Lucy in the Skyway Diamonds, клейма негде ставить, насколько хороша эта песня. Но насколько все, все вот эти три песни, которые я назвал, насколько они сделаны тяжеловесные, насколько они замерли все, они все замерли, как и все остальные песни. Потому что потрековая запись, вот эта, даже бог с ним потрековая, а из кусочков, дописано здесь, дописано тут, переставлено местами, разменено, стерто-подтерто, подправлено-доправлено, оркестр еще, давайте еще, еще, сюда еще дудок, еще дудок, еще мелотрон давайте, еще синтезатор, еще два голоса, а потом это уберем, переделаем, а потом вот так и этак. И живость теряется от этого, и об этом скажет любой музыкант. Научиться писать по треково серьезные большие композиции, это отдельная школа, это отдельное искусство, и сейчас к этому уже люди пришли, и по трековой записи получаются с драйвом, с энергией, с кайфом. Но это уже и продюсер, и звукорежиссер, и инженер, и музыканты, в первую очередь, должны абсолютно по-другому подходить к этому. А здесь это все-таки был первый опыт такой грандиозной работы, и поэтому все это стоит на месте. Как бы там, как ни крути, и getting better, и fixing a hole. Казалось бы, все это должно нестись вперед. Все это стоит все равно. «She's living home». Ну, все замечательно, все. Моя любимая песня «Bank for the benefit of Mr. Kite» Леннон. Леннон блеснул здесь и сюрреализмом, и чем угодно, и здорово, и оркестр, и все это все равно придушено вот этими оркестровками. Ну, хочется же, хочется же все-таки сделать это так, как никто не делал. Это получилось, так действительно никто не делал. Этот альбом, он открыл ворота этому самому прогрессивному року, арт-року, как угодно. Все стали уже использовать и оркестры, и новые инструменты, и нетрадиционный подход к мелодиям, и ко всему-по всему. Но это все пока еще стоит на месте. «Without you» Харрисона вообще бесконечная какая-то песня. Дали волю Джорджу, и он написал песню, которая никогда не заканчивается просто. Я от нее устаю, например. Как вот это бесконечное ситарное дело. И скрипок, и виолончели, и чего там только нет. Так всего много, и так все вот это вот сидит. «When I'm 64», «Lovely Rita», «Good Morning» – песня Джона Леннона, которая сама по себе хороша, но так аранжирована, что она, кажется, самой худшей песней Леннона вообще в принципе, которая может быть. Она так выглядит пошло с этими собачками и кукареканьем, с этим оркестром бешеным, в общем. Но пластинка очень хорошая при этом. Я ее всем советую послушать. Там есть что послушать и чему поучиться. Играет музыка